Пациентки молодого возраста с раком молочной железы чаще выбирают проведение билатеральной мастектомии. Курс терапии пациентов с множественной пищевой аллергией может быть изменён. Первым МГМУ имени Сечного провели уникальные высокотехнологичные операции. Смертность от сезонного гриппа значительно выше, чем считалось ранее. Американская академия семейных врачей не поддержала новую рекомендацию по артериальной гипертензии. Женщины молодого возраста с операбельным раком молочной железы всё чаще выбирают проведение билатеральной мастектомии с немедленной реконструкцией, а не органосохраняющей операции, независимо от их ответа на неодевантную химиотерапию. Таковы результаты исследования, представленные на симпозиуме по вопросам рака молочной железы в Сан-Антонио. Исследователи проанализировали данные пациенток с односторонним раком молочной железы, диагностированным в период 2010 по 2014 год, и проходивших хирургическое лечение и химиотерапию. В целом были идентифицированы более 235 тысяч женщин, которые соответствовали критериям включения в исследование. Из них почти 60 тысяч получали неодевантную химиотерапию. В периоды 2010 по 2014 год уровень патологического полного ответа на неодевантную химиотерапию значительно увеличился, сообщили исследователи. Также удалось обнаружить, что в течение периода исследования показатели проведения органосохраняющей операции оставались стабильными. Аналогичным образом не изменились показатели билатеральной мастектомии без немедленной реконструкции. Показатели проведения односторонней мастектомии, напротив, значительно снизились за исследованный период, а показатели двусторонней мастектомии с немедленной реконструкцией возросли. Выбор мастектомии в противоположность органосохраняющей операции был связан с несколькими факторами, в том числе с более молодым возрастом пациенток, наличием прогрессирующей клинической стадии заболевания, а также наличием медицинской страховки. Комбинированное применение противоосматического препарата омолизумаб и пероральной иммунотерапии может повысить скорость, эффективность и безопасность десенсибилизации у детей с множественной пищевой аллергией. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology and Gepatology. В двойном слепом рандомизированном контролируемом клиническом исследовании второй фазы приняли участие 48 детей от 4 до 15 лет с множественной пищевой аллергией. Участники были рандомизированы на группы. Одна из них получала инъекцию омолизумаба в течение 16 недель. Вторая – плацебо. Через 8 недель после начала инъекции дети начали пероральное применение иммунотерапии от 2 до 5 триггерных продуктов. После прекращения приема амолизумаба или плацебо дети продолжали иммунотерапию в течение еще 20 недель. Результаты показали, что на 36 неделе у 83% детей в группе амолизумаба введение в организм 2 граммов белка из 2 или более триггерных продуктов не вызвало развитие аллергии по сравнению с 33% участников группы плацебо. Вероятность достижения переносимости была в 10 раз выше при применении амолизумаба, чем плацебо, сообщили исследователи. Амолизумаб также показал эффективность в ускорении десенсибилизации. Применение поддерживающей дозы было достигнуто на 12 неделе в группе пациентов, принимавших амолизумаб, и на 20 неделе в группе плацебо. С 8 по 16 неделю среди наиболее частых побочных эффектов отмечены желудочно-кишечные расстройства, которые были значительно более распространены в группе плацебо. Таких серьезных побочных эффектов, как анафилактический шок, у участников выявлено не было. Практикующие урологи из разных регионов России освоили передовые лапароскопические технологии. В первом МГМУ имени Сечного прошел курс дополнительного профессионального образования для врачей-урологов. Подробности в репортаже. Обучение на курсах по лапароскопии и роботической хирургии строится на трех китах. Для начала студенты-медики отрабатывают свои навыки в специальных боксах. Затем им доверяют провести операцию на анималистических моделях. Их же только после этого допускают в операционную. Каждый день мы осуществляем более 12 лапароскопических операций. Одно моментно проходит по 6 операций. Из них 3 роботические. Слушатели этого курса – опытные практикующие врачи. За 5 дней им продемонстрировали сложнейшие операции. Курсанты не только наблюдают за действиями своих опытных коллег, но также ассистируют им. Здесь в живую, в реальном времени можно оценить и попробовать свои силы именно в живой хирургии. Когда хирург руками может ощутить живые ткани, непосредственно мы оперируем на свинках. Это, как говорится, можно равносильно сопоставить человеческим органам. Когда ты взаимодействуешь, когда ты трогаешь ткани, ты видишь сосуды, и ты можешь оперировать, не боясь, то есть пробовать это делать в первый, во второй, в третий, в десятый, соответственно. И потом же оперируя непосредственно людей, как говорится, с этим приходит опыт. Прослушать курс приехали врачи из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока. Курсы на кафедру урологии бывают как для начального уровня, так и для продвинутого. Данное обучение позволяет медикам расширить спектр выполняемых операций. Непосредственно работа в операционной, работа с инструментами, работа под руководством профессоров клиники. То есть после прохождения данного обучения вполне возможно внедрить эти операции у себя в больнице. Современный тренд хирургии – это внедрение лапароскопических операций. Отсюда возникает огромная потребность во врачах, владеющими данными методиками. Ежегодно в мире более 600 тысяч человек умирают от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом. Об этом свидетельствуют новые данные, полученные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и их глобальными партнерами в сфере здравоохранения. Эксперты CDC отмечают, что оценки исключают смертельные случаи во время пандемии гриппа и в результате осложнений, вызванных гриппом, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Результаты исследования показали, что среди людей старше 75 лет и те, кто проживает в странах Африки к югу от Сахары, зафиксированы самые высокие показатели смерти от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом. За ними следует население стран Восточного Средиземного моря и Юго-Восточной Азии. Органы здравоохранения США предсказывают особенно сложный сезон гриппа в 2017-2018 году, который только начинается в Северном полушарии. Американская Академия семейных врачей не поддерживает обновленные рекомендации по артериальной гипертензии, ссылаясь на вопросы по методологии исследований и предполагаемый конфликт интересов. Напомним, ранее их разработали Американская коллегия кардиологов, Американская ассоциация по проблемам сердца и 9 других профессиональных ассоциаций по артериальной гипертензии. Вместо этого эксперты сообщили, что продолжают поддерживать руководство 2014 года. В нем указывается, что для пациентов старше 60 лет лечение артериальной гипертензии должно начинаться при показателях 150 на 90 мм ртутного столба, для пациентов моложе 60 при 140 на 90. Напомним, что в соответствии с обновленным руководством пороговое значение артериальной гипертензии с соответствующим изменением образа жизни и медикаментозной терапией требует снижения до 130 на 80 мм ртутного столба вместо общепринятой отметки в 140 на 90. Согласно представленным обновлениям, 46% взрослого населения США будут классифицированы как имеющие повышенное артериальное давление. Субтитры создавал DimaTorzok